1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолёта Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись. Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооружённым силам нефтебаза не имеет. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Подразделения российских вооружённых сил завершили зачистку от националистов населённого пункта урожайной и ведут бой с украинской 54-й отдельно механизированной бригадой за овладение совхозом «Октябрь». Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом. Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населённого пункта «Шахтёрская». Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобилей различного назначения. В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины. Среди них два зенитных ракетных комплекса, в том числе один «ЗРК Бук-М1» в районе Мурахова и одна пусковая остановка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники Вооружённых сил Украины. Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолёт Ми-24 в районе населённого пункта «Гуляй-Поле» и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов «Номихайловка», «Изюм» и «Харьков». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолёта и 82 вертолёта, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники.